Савченко 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 которые там думают о чем-то, кроме как что-нибудь запретить или выдумать какой-то чрезвычайный безумный проект, она, глядя на свой опыт, думает, что вообще можно улучшить. Вот в России такой суд, да, плохо, а в Украине какой-то точно такой же. А что можно сделать? А вот присяжных можно сделать. Вот так примерно это все и родилось как идея. Естественно, это крайне далеко сейчас от воплощения. Я думаю, что в лучшем случае на осенние сессии Рады мы успеем. Такой закон проект нести, и то от закона проекта до воплощения это будет еще тоже грандиозная дорога. Ну, конечно. То есть это не что-то такое запущенное. Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко в эфире «Эхо Москвы». Так давайте к сегодняшнему дню прям вот вернемся непосредственно, а может быть чуть раньше. Вы когда узнали про то, что Савченко и вот это вот все произойдет именно сегодня? Про то, что ДНД сегодня я узнал вчера вечером. Я как раз прилетел из Грозного в Москву. Ну, как раз с этого суда. Да, получил сообщение о том, что завтра ДНД. И ухватив буквально последний ночной билет, ночь уже прилетел в Ростов, потому что надо было страховать. А что такое страховать? Ну, мы прекрасно понимаем, о чем была договоренность, что это будет именно помилование. Просто в силу того, что ничего другого в этот срок нельзя было сделать. С самого начала обговаривались два варианта. Либо, что и Савченко с одной стороны, и Александров, и Ерофеев с другой стороны будут перекрестно отправлены отбывать наказание домой. И уже там, на месте, их как-то отпустят. А второй вариант был более простой, прямолинейный, что их просто помилуют и уже в статусе свободных людей, с честной совестью обменяют или там синхронных отправят туда и сюда. Я не путаю, Ходорковского уже так же отпускают. Да, совершенно верно. И просто в силу того, какие сроки у нас были рабочими, в последние дни стало понятно, что это будет именно помилование. Там был разговор в норманском формате про это. А вот именно на норманском формате окончательно все решилось? Да, окончательные слова о форме, как это будет сделано. Не что будет сделано, что будет сделано было договоренность еще месяц назад. Ну да. Это Проношенко анонсировал тогда, когда он уговорил отказаться от твоей последней голодовки. А как это будет сделано? Было решено буквально последние сутки. И я свою задачу видел, и моя задача, собственно, была в том, чтобы подстраховать. Вот в каком смысле. У нас уже бывало так и в этом деле в том числе. Когда Путин говорит сначала одно «да», а дальше начинается индийский танец тысячи одной отмазки. То, что суды у нас независимые, и следователи независимые, и баба Нюра на контроле в аэропорту у нас независимая, и все ни во что не ставят обещания Путина, поэтому вот извините, там не получилось. То есть, грубо говоря, решение сверху, оно не дошло по тем или иным причинам. Ну или так это выглядит, или так это пытаются выставить. И чтобы максимально закрыть, вот хотя бы с этой стороны, чтобы нам, ссылаясь на вахтера, не зарубили то, что было согласовано президентами, там, например, консулы из украинского консульства Ростова-на-Дону дежурили на готове с запасным паспортом для Надежды, если вдруг оказалось, что в последний момент человека нельзя выпустить без паспорта. Там я дежурил с документами о том, что уплачен штраф полностью. Надежда, естественно, его не платила, и я за нее заплатил. Это вот 30 тысяч рублей, а за что это напомнится? Это за незаконный переход границы, потому что нельзя просто украсть человека. Это часть приговоров, да. Если вы человека воруете, вы должны его еще и осудить за переход границы. Вот это было наказание за переход границы. В общем, такая гуманная такса, и я это заплатил, я ездил к приставам туда, в Новочеркасск. Мы-то все оформляли, что это уплаченный штраф, и вот чтобы за какую-то совершенно ничтожную бумажку у нас последним на них не зацепилась нормандская договоренность, чтобы не получилось такой троекомедии. Мы это все страховали. Не понадобилось совершенно. Все прошло очень быстро, тихо, гладко, как запланировано, без подвохов. Более или менее синхронно вылетели из Киева Александров и Ерофеев, из Ростова. Надежда. И дальше уже оставалось только ждать приземления, цветов, речей, фейерверков и все остальное. А вот кто, можете имена не называть, а можете назвать, в принципе, не делать из этого тайны, кто те люди, которые вам сообщили о том, что день Д, ну, хотя бы, это московские люди? Это киевские люди. А киевские? А российские на вас представители выходили? Надо понимать роль адвоката в этой истории. Я думаю, что тот самый фильм, о котором как раз в связи с Надеждой сейчас все говорят, «Шпионский мост», вот он очень адекватно показывает роль адвоката в этой истории. Мы свои среди чужих и чужие среди своих. Наши клиенты в данном случае украинцы, а клиенты наших коллег визави в Киеве, Рыбина и Соколовская, которые защищали как раз серого гора и покойного Гробовского, россияне. Поэтому мы получаем информацию ключевую для нас из Киева, а киевляне получают информацию из Москвы. Вот так это работает. То есть защита Надежды Савченко вообще, получается, никак не контактировала с какими-то официальными лицами здесь, в России? Нет, это не наша работа. Работу по достижению договоренности делали дипломаты и политики. Адвокатская работа заключается в том, чтобы, зная об этих договоренностях, обеспечить, чтобы никакой формальный повод, никакой формальный предлог не стал бы тем заусенцем, за которое все зацепилось и очередное затормозилось. Юридическое сопровождение. Совершенно верно. А с утра вот что происходило? Значит, ночью вы прилетели в Ростов. Там дипломаты рядом, вы с этими квиточками. А нет, это все не ночью, конечно, было, это все было утром. А, уже утром. Готовить надежду к вывозу стали еще с ночи, но сперва мы поехали в СИЗО. Там она пока еще значила в списках наличного состава. А СИЗО это вот... Это на Черкасске. Это в 100 километрах от Ростова. С утра она еще значилась в списках, а потом стали поступать сигналы из Киева, что ее уже везут. Потом оказалось, что начальник СИЗО вроде как уехал в прокуратуру по срочному вызову. Стало понятно, что да, вот здесь уже ее нет. Значит, мы поехали в аэропорт и там дежурили. На случай, если там будет какая-то... Вы поехали в гражданский аэропорт. Да, это был Ростовский аэропорт. И когда нам подтвердили, что да, все, она уже в самолете, самолет летит, мы выдохнули и сказали, да, все у нас получилось. И только с этого момента я могу сказать, что я снял себя ответственность за судьбу надежды и то, что с ней происходит. То есть вы ее не видели сегодня? Нет. Я с ней говорил по телефону, мы условились, что первый звонок, который она сделает, будет сестре, а второй мне. Вот она сдержала слово, позвонила мне, сказала, что Илья, я на свободе, я в Киеве, все хорошо. Она вам позвонила уже из Киева? Да. А почему вы второй человек, ну, скажем так, по близости, которому она звонит? Ведь были еще в деле другие адвокаты. Ну, вот мы так договорились, я первый попросил. И я так понимаю, после ее прилета появился у вас в Твиттере вот этот вот значок плюс. Я написал плюс, понимаете, это же вопрос еще и этики своеобразной, да, потому что было бы странно, если бы мы, адвокаты, делали вид, что это полностью наша заслуга. Конечно, наш вклад в этом есть, в том, что она сейчас на свободе. Но, вообще говоря, переговоры у Иеропа Лорошенко. И лезть поперек батьки в пекло, и, значит, упреждать его, его и его пресс-службу в том, чтобы делать какие-то полноценные анонсы, это неправильно. Я написал в Твиттере плюс, все, кто хотел это понять правильно, все это поняли правильно. Мне кажется, все правильно поняли. Да, и кажется, на меня не обиделась киевская сторона и делегация, которая за ней ездила, потому что все-таки разделение обязанностей должно быть. И перетягивать одеяло на себя в этой истории, слава богу, никто не перетягивал. А улетала в итоге Савченко действительно на этом президентском самолете, борт номер один, украинский? Ну, там не один борт номер один, там их, насколько я понимаю, несколько. Но это действительно президентский самолет, который Порошенко использует в своих поездках. Но Порошенко не было. Насколько я понимаю, нет. А улетали из гражданского или из военного? Ну, это тоже сам аэропорт, вот Ростов-на-Дону. А, это один аэропорт. Там садился самолет. Я просто смотрел сообщения от корреспондентов местных. Они говорили, что в аэропорту вообще тишь да гладь, и как бы никаких признаков того, что оттуда кто-то такой... Там садился этот самолет, да. Там даже есть такой сайт, Flight Radar. Да, Flight Radar 24. Вот там энтузиасты отслеживали полет этого самолета, как он летит, какие он делает петли, развороты, маневры. Это тоже было такое своеобразное шоу для тех, кто следил ситуацию. Савченко, вот когда прилетела, вам позвонила, кроме того, что она вам сообщила, Илья, я на свободе, что еще? Ну, надо понимать, что это за человек. Она не в эйфории от того, что она на свободе. Она сразу готовит повестку на завтрашний день, послезавтрашний день, и что мы делаем? Потому что она рассматривает вот этот период, когда она была в СИЗО. Не то, что там я за два года стала депутатом, а то, что я потеряла два года. И надо наверстываться. Поэтому завтра у нас пресс-конференция, послезавтра мы садимся обсуждать этот проект, послезавтра будет еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть она, если кто-то думал, что ее депутатство это какая-то такая синякура, нет, это не синякура, она к этому так не относится. И она там, я думаю, что в ближайшие дни недели наведет шороху. По крайней мере, покажет какой-то новый образец того, каким может быть депутат и политик, который реально рвется работать. — Как, по-вашему, Савченко, ну вы же долго за ней наблюдали, как вот она поменялась как человек за эти, сколько, два года? — Она стала, безусловно, увереннее в себе и жестче. — Она стала политиком? — Я думаю, что да. Мы это поймем окончательно вот сейчас. Я думаю, что да, но она, кстати, и мне говорила, что я за эти два года тоже стал жестче. Как-то вот необходимость просто грудью бросаться на ту стенку и головой ее пробивать, она из человека какую-то такую мягкость или комыслия, видимо, вымывает. Не заметно для нас, потому что я ничего такого себе не чувствую, но я в надежде это замечаю, она во мне это замечает. То есть, видимо, для нас обоих это не прошло даром эти два года. Насчет политики, ну посмотрим. — Если говорить о процессе, самое трудное, что для вас было? — Самое трудное было, наверное, в какой-то момент жонглировать нашими процессуальными материалами. Потому что, я об этом уже рассказывал в этой студии, зная, что российский суд, украинский документ, который ему не нравится, отвергнет просто на том основании, что он украинский, а скажет, что это сделано, потому что документ получен неправильным и процессуальным путем. Я позаботился о том, чтобы все документы, которые происходят из Украины, были нам получены семью разными маршрутами. Вот один и тот же документ, экземпляр номер один получен из консульства, номер два из прокуратуры, номер три от адвоката, номер четыре еще каким-то способом. И это нужно было для того, чтобы показать, что дело не в маршруте. Дело в том, что суд, в принципе, не хочет найти документы, смотреть. Но это действительно было похоже на жонглирование семи мячиками. И вот все это удерживать вот в таком подвешенном состоянии было непросто. И второе, что было непросто, было непросто себя мотивировать, конечно. Потому что выходить с полной отдачей, понимая прекрасно, что суд на тебя смотрит, говорит, когда же ты заткнешься, когда же успокоишься. Все, что ты понимаешь, прекрасно. И понимаешь, какой будет приговор, что мы в этом не виноваты, но отстань уже от нас. И тем не менее, работать с полной отдачей, это требует каких-то отдельных усилий. У меня лично, я не знаю, как у моих коллег, у меня самый тяжелый период был январь-февраль, когда уже было дело на излете. И можно было уже сказать себе, вот все, хватит уже, вот уже мы все, что могли, сделали. И все равно каждую новую неделю, когда я думал, на прошлой неделе, я думал, что мы уже исчерпались почти в свою поездку, оказывалось, что мы можем провести еще одного свидетеля, и можем найти еще важный документ, и еще, еще, еще. И в итоге, наверное, значительная часть стала впечатления, которое это дело оставило у публики, в том числе у юристов, потому что мы обсуждаем же они между собой, в своем профессиональном кругу, пришлось вот именно найти последние недели. Потому что без них это была бы другая история. Это была бы история про то, что вот расследователи схалтурили, а как было, на самом деле мы не знаем. А именно благодаря последним неделям появилась возможность внятно показать и доказать, что это дело было именно фальшивым. Это не небрежность, это не недостаток улик, а это именно фальшивые улики, которые делались с самого начала, как фальшивые. Это было важно. И та поддержка, которую мы получили в марте, в конце февраля и марте, как раз на излете перед приговором, она во многом опиралась на то, что политики, которые нам ее оказывали, были уверены в том, что это настоящий правильный кейс. Это не какая-то история в пользу бедных, это не пожалейте невинных, это вот история про черное и белое, правду и ложь. И там можно безопасно в нее вмешаться, не рискуя, чтобы потом выяснить, что ты поддерживал преступника. Хотел вас спросить, у нас время есть еще до новостей, про юридические моменты освобождения Савченко. Мы же с вами уже проговорили, и это было сегодня известно тоже днем, что Савченко помилована. Совершенно верно. А вот еще раз объясните, кто просил Путина о помиловании? Он же сам не может помиловаться? Должен быть какое-то обращение. Во-первых, может. А может? Да. Дело в том, что помилование, это, кстати, по-разному устроено в России и в Украине, в Украине немножко другая конструкция. Но в России помилование это институт не уголовно-процессуальный, это институт конституционный. Строго говоря, поскольку в институте записано, что президент имеет право помиловать, вот он кого хочет, с прошения и без прошения, кого и милует. Но с момента, когда осудили Ходорковского, вот пошла гулять такая, даже как правовая теория, что якобы нужно отдельное прошение, а без него никак совсем. Строго говоря, это не так, но поскольку президент, который это решает, вот на это смотрит, предпочитает смотреть таким образом, значит, де-факто это так. И поскольку оказалось, что Надежда этого трона ситуации с капитанской дочкой, там, плюнь да поцелуй злодею ручку. Вот есть люди, которые плюнут и поцелуют ручку, а вот Надежда не хочет целовать ручку. И она категорически отказалась это писать. И нам запретила, адвокатам за нее писать. А адвокат могут отдельно писать? Ну, попробовать-то можно. То есть, понимаете, когда российская сторона уже ищет какого-то благовидного выхода из ситуации, я думаю, что там все что угодно зашло бы за это. Но она не пишет, и мы не пишем. И в итоге была разыграна такая, на мой взгляд, некрасивая сцена, когда родственники погибших журналистов, что это они это написали. И там даже президент Путин произнес целую такую тираду, что вот в интересах гуманизма и так далее. Я не очень верю в эту искренность. Вы думаете, родственники погибших? Я не знаю, что думали родственники. Я допускаю вполне, что их намерения были самыми благими. Но я просто помню очень хорошо эпизод из этого дела. Осенью 2014 года, когда следствие провело экспертизу по документам, которые они считали написанными почерком Надежды. Там как раз был рисунок, который им казался похожим на карту снайпера или наводчика. И они раструбили уже успешно, что это ее записи. К ним приходит экспертиза из же собственного института криминалистики. О том, что это не ее почерк. И для того, чтобы эту экспертизу аннулировать и провести повторную, привлекли как раз Даву Волошина. Она ознакомилась с этой экспертизой. Как бы написала по своей инициативе жалобу. И следователь, как бы нехотя удовлетворяя эту жалобу на его собственные действия, согласился с тем, что надо провести повторную экспертизу. То же самое было с другими потерпевшими. Там, если помните, была целая обойма, было шесть человек, которые не пострадали физически, но вот они проходили по дороге в этом месте. И поэтому их всех записали как людей, на которых Савченко покушалась, и они потерпевшие это покушение. Точно так же их использовали как потерпевших для того, чтобы склонять всячески, что вот мирные жители, мирные жители. А в конце премии один из прокуроров стал и говорит, да, вот, к сожалению, по закону они украинские граждане, поэтому мы не можем признать их потерпевшими, мы отказываемся от этого. И все. Поэтому мы увидим, что использование именно потерпевших для каких-то своих сиюминутных интересов, это модус операндия. Обвинение и прокуратура, и теперь уже российские власти в широком смысле в этом деле. Поэтому я думаю, что та же самая ситуация и с этим прошением. Надежда Савченко, вот она вернулась в Киев. Она уже, что, в ближайшие дни выйдет на работу в Верховную Раду? Ну, насколько я знаю ее планы, она собирается в первый же день, когда будет в сессии Верховной Раду, прийти, лично, своими руками снять свой плакат, потому что там на трибуне, с которой выступают в Раде, там все последние месяцы висел плакат свободной Надежды Савченко, своей фотографией. Она хочет его снять и тем самым подчеркнуть, что все, ее одиссея закончилась и пора уже работать в нормальном режиме, а как-то вот поставить точку на этом. Потому что у нее есть тоже такое большое подозрение, что там ее будут воспринимать, по крайней мере, в ближайшее время. Вот как такого человека, который вышел из тюрьмы и который должен только об этом думать, об этом говорить. Она очень хочет это пресечь, чтобы ее воспринимали как нормального депутата, с какими-то планами, со своим видением ситуации, а не вот такого показательного сидельца. Что Савченко думает о нынешней украинской политике? Я думаю, за два года вы успели не раз обсудить эти моменты, потому что про отношение к Кремлю, к Путину, можно судить по ее неким заявлениям из суда. Да, и, собственно, по ее отношению к суду тоже известно. А вот Порошенко, он для нее кто? Это же вроде человек, который приложил определенные усилия для того, чтобы вот она сейчас была в Киеве, а не в СИЗО. Ну, она в моем присутствии первого разговорилась с Порошенко по телефону. Там как раз была целая операция и целая отдельная договоренность о том, чтобы консул, это было как раз в последний день у голодовки, когда было объявлено, что есть договоренность, 18 апреля, или 19 апреля, не помню точно дату. Договорили, что консул придет в СИЗО с телефоном специально, потому что в СИЗО нельзя ходить с телефоном. Даст ей поговорить, и вот Порошенко с ней говорил. Она, безусловно, ценит то, что Порошенко приложил в ее усилия. Я думаю, что никто ее не назовет неблагодарным человеком, или человеком, который забывает какие-то такие вещи. Но в политике она, конечно, себя будет вести самостоятельно. Это те, кто думают, что ей можно манипулировать, вот как человек, который за два года, наверное, больше всех с ней общался, даже больше, чем ее родные, может быть, только исключая коридор. Который там стоял, постоянно на дежурстве ее камеры. И то не факт, потому что коридоры наменялись. Я абсолютно уверен в том, что манипулировать ей и разыгрывать ее в темную не получится, или, по крайней мере, не получится делать два раза одинаковым способом. Потому что она очень быстро, вот если чему-то ее тюрьмой научила, то это читать людей. Она смотрит на человека, там, вот просто в зале на прокурора, на журналист, на какого-нибудь там, человек, который писал ей, и сейчас ей машет рукой из зала, что вот Надя тебе писал. И понимает, кто перед ней. И для политика, наверное, ну, по крайней мере, для честного политика, который пытается быть фиктивным политиком, это, наверное, самое главное, самое золотое качество разбираться в людях. Так что я думаю, что мы увидим в ее исполнении что-то довольно интересное, и то, чего в украинской политике не было никогда или не было очень давно. Зажжет, думаете? Я почти уверен. Зажжет. Зажжет. Зажжет.